Привет всем вы на канале пульс земли ежедневный обзор событий и катаклизмов на земле и так события за 16 января поехали на территории вальпараиса в чили бушуют крупнейшие лесные пожары национальное управление по чрезвычайным ситуациям в чили сообщило что лесные пожары возникшие в регионе вальпараиса уничтожили территорию площадью более 2000 гектар сообщается что в результате этих инцидентов разрушено четыре дома пострадало девять человек уничтожено два склада и девять хижин сгоревшие домики находились базе отдыха битания на данный момент там никто не проживал в результате распространения крупного пожара которому дали название омени призвали к эвакуации секторов лос-пинос калинас де оро которые расположены в близлежащих районах где развивается сам инцидент эта мера мобилизировала 25 тысяч человек пожары которые бушуют сейчас в чили общей сложности за одну неделю уничтожили свыше 100 тысяч гектаров леса в борьбе с огнем принимать участие 1200 военнослужащих 500 пожарных и 10 воздушных транспортных средств на значительной части территории чили объявлено чрезвычайное положение патруль штата колорадо закрыл оба направления межштатной автомагистрали 70 между аврора и границей канзаса из-за пыльной бури вызванный сильным ветром и многочисленными авариями на восточных равнинах были зафиксированы порывы ветра достигающей скорости в 140 километров в час в результате чего в воздух поднимались обломки и пыль видимость упала до пяти метров по крайней мере один человек погиб и еще 15 получили ранения в результате аварии с участием нескольких транспортных средств возле хьюго дорога была закрыта власти призвали воздержаться от поезда как минимум до понедельника сильный дождь который обрушился на белу аризонте город и муниципалитет на юго-востоке бразилии привел к наводнениям и нанесению материального ущерба сильным потоком воды смывала автомобили по улицам некоторых людей которые попали в сложную ситуацию пришлось спасать пожарным двое детей оказались в ловушке дома по словам пожарных под воздействием воды дверь дома закрылась и мать не смогла войти чтобы забрать своих детей вовремя подоспевшие спасатели успели спасти детей 16 января столице имена и жирайс в городе белу аризонте выпало 90 миллиметров осадков число жертв от наводнения в европейском штате имена и жирайс возросло до пяти человек и еще двое числятся пропавшими без вести землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов гватемалы сообщает геологическая служба сша эпицентр подземных толчков располагался 47 километров юго-западу от города чемпирика в юго-западной части страны очаг сейсмического события залегал на глубине всего 10 километров колебания земной коры были зафиксированы 16 января 16 10 по гринвичу в результате землетрясения сообщается о разрушениях фасадов зданий и домов сведений о пострадавших и погибших не сообщается в земную атмосферу над мексикой вошел большой объект из космоса который наблюдали жители мексиканского штата чья пас и который ученые поспешили объявить метеоритом но просмотр видео сделанный очевидцами эту версию не подтверждает сам выглядят объекта и как он проходит плотные слои земной атмосферы никак не соответствует тому как это происходит с метеоритами очевидно что в земную атмосферу вошел некий объект который имеет совершенно другую иную природу нежели обычные камни из космоса в азербайджане произошло извержение грязевого вулкана в габустане произошло извержение вулкана шикзехирли извержение вулкана характеризовалась тремя циклами активности в течение дня было отмечено что первая активная фаза извержения произошла 1748 по местному времени и длилась почти три с половиной минуты вторая фаза началась 1753 и длилась две минуты а третье 1758 по местному времени и длилась дольше предыдущих целых семь минут результате луканической активности два с половиной гектара земли были полностью засыпаны твердыми отходами всего на поверхность вынесено 1700 кубометров грязи падение метеорита наблюдали над иркутском ангарском и листвянкой 16 января его заметили в небе над иркутском ангарском и листвянкой жители наблюдали падающий метеорит сорвавшийся при входе в плотные слои земной атмосферы метеорит появился 8 22 утра некоторые жители региона сняли его на видео этот полет был сравнительно медленным на высоте примерно 25 километров болид полностью сгорел вулкан семеру в индонезии извергает стол пепла и дыма на высоту 5 километров вулкан высотой 3676 метров самый высокий вулкан самом густонаселенном острове ява в индонезии эвакуации объявлено не было но национальное агентство по смягчению последствий стихийных действий предупредило людей живущих деревнях на склонах вулкана проявлять бдительность в сочи был замечен смерч смерч в сочи был довольно внушительных размеров местные жители успели его зафиксировать и поделиться в соц сетях он очень быстро сформировался в море но также быстро и сошел на нет в мчс по региону предупреждали о формировании смерчей над морем последствия от него замечено не было на берег он не выходил сильный дождь град и ветер обрушились на несколько районов сан рафаэля город в центре провинции мендоса аргентина что привело к повреждению транспортных средств перебоем подачи электроэнергии а также нанесен материальный ущерб сельскому хозяйству несмотря на предупреждение от метеорологической службы во второй половине дня погодные условия резко ухудшились и в некоторых южных районах выпали сильные осадки размер градов был значительным до пяти сантиметров в диаметре поэтому необходимо было организовать операции по оказанию помощи семьям это связано с затоплением и повреждением кровли домов пострадала также сельское хозяйство в ближайшие несколько часов будет проведено обследование сельских районов и оценка нанесенного ущерба индонезийский город бандунг пострадал из-за сильных дождей ряд районов были затоплены в некоторых высота паводка достигала 60 сантиметров а в низинных районах до полутора метров известно что после полудня в бандунге лил сильный дождь команда по ликвидации последствий стихийных бедствий все еще работает на местах наводнение вызвало заторы на дорогах а также привело к затоплению автомобиля и другого транспорта один человек утонул во время наводнения за сутки на земле произошло 224 землетрясения магнитуды от 2,0 до 6,2 землетрясения магнитуды равны 5 или более произошли в 11 странах каких именно вы можете видеть на своих экранах ну и конечно же минутка позитива на канале бамбуковый лес сагана бамбуковый лес сагана расположен в японской префектуре киото это зажатая посреди городских ландшафтов живописная роща состоящая из тысячи вздымающихся вверх вечно зеленых деревьев бамбуковые стебли качаясь от легкого дуновения ветра издают мелодичные звуки напоминающие популярные на востоке ветряные колокольчики мертворящий трезвон и окутывающий ощущением гармонии и есть главный силам бамбуковой рощи сагана внесенный в сотню охраняемых достопримечательностей страны спасибо вам за просмотр выпуска спасибо вам за внимание и до завтра